Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World 2.7 на самолете F-18 C-Hornet И в этом видео у нас прохождение 10 миссии компании Rising Skull Хочу побыстрее завершить прохождение данной компании, не затягивая кота в долгий ящик Так что давайте приступим В брифинге написано, что исследования Кальцита изменили процесс извлечения и транспортировки Чуниума Что только усилило конфликты между Экзусией и двумя другими странами В то же время активность повстанцев в Star Union также стала куда более сильной И неоднозначность политики Юриэля в итоге и выдвинула частные охранные компании, как BP, на первые роли в этом конфликте После обсуждения между директорами BP было принято решение придерживаться более агрессивной стратегии Звену Иджис вместе с другими истребителями BP нанесет удар по порту повстанцев Чтобы уничтожить подводную лодку повстанцев, которая находится в порту Это позволит авианосцу BP пройти через пролив и укрепиться в данной зоне Так, что у нас там по заданию сегодня? Дозаправляйтесь и собирайтесь со своим звеном в районе первого ППМ Приближайтесь к цели, обеспечивая прикрытие звену Спир и Хаммер И произведите атаку цели, следуя указаниям не слишком рано и не слишком поздно Понятно Сейчас еще быстренько покажу страницы брифинга Вот, кстати, позицию подводной лодки надо запомнить в этом порту Чтобы нечаянно не потопить какой-нибудь другой корабль Там он помимо подлодки и торговые суда есть в порту, я смотрю Вряд ли будет здорово, если я их потоплю вместо цели Ладненько, давайте приступим Арка, это звену ИДЖИС, подхожу слева ИДЖИС-1, подходи слева ИДЖИС-2, подходи справа Говорит топливозаправщик ИДЖИС-1 принял ИДЖИС-2 приняла Все они одновременно дозаправляться будут сейчас Ну вот ИДЖИС-1 я вижу Это капитан А где ИДЖИС-2? А, вон она подходит Арка, ИДЖИС-1, готов к контакту Контакт разрешил Арка, ИДЖИС-2, готова к контакту ИДЖИС-2, контакт разрешил Прикольно Одновременная дозаправка Если что, сейчас я контроля над самолетом не имею И могу только наблюдать За тем, как они дозаправляются Ну, почему бы и нет В ИДЖИС, как обычно Виды очень красивые И полюбоваться всегда есть на что Контакт Контакт, говорит ИДЖИС-1 Контакт, говорит ИДЖИС-2 Вон они дозаправляются Ну, а мне что делать? Просто лететь? Ну, почему бы и нет, собственно ИДЖИС-1, дозаправка завершена Соединяйтесь и занимайте правый эшелон ИДЖИС-1, отходи Ох ты Че это ИДЖИС-2 так резко отцепилось от него? И сейчас, я так понимаю, мне дадут управление И надо будет занять свою позицию в звене ИДЖИС-1, говорит Бишоп Звено ИДЖИС-2 завершило дозаправку Подходим к цели Это Бишоп, подтверждаю Продолжайте согласно плану Че-то автопилот у меня как-то Неадекватно себя ведет Я вам скажу Ох ты, красота какая Прямо по курсу ИДЖИС-2, говорит Я не могу разобраться в недавних событиях Теперь Рафаэль на нашей стороне Я думала, что инцидент месяц назад заставил их ненавидеть нас Так написано Вы имеете контроль, но я не имею контроль О, теперь имею ИДЖИС-1 отвечает И ИГЗУСИ И Рафаэль начали захватывать залежи Чуниума В регионе Стар Юнион Используя силу Если они продолжат в том же духе Куда больше конфликтов Даже война будут неизбежны В любом случае, это не наше дело Но никто не ожидал, что случится Такой неожиданный технологический прорыв Новохудоносор Прототип для транспортировки Чуниума Результат программы Ассепт Кальцита Они заявляют, что можно растворять Чуниум И передавать его по трубам В таком случае Отпадет нужда в использовании Дорогостоящих транспортных самолетов И Джессадин говорит Экзусия, скорее всего, хочет предоставить Свои мощные воздушные силы Проэкзусийским городам Стар Юнионе Чтобы выгнать охранные компании из страны Активность постанцев Также заставляет города-государства Энергетические компании Просить помощи у Экзусии Предоставляя доступ к залежам Чуниума В качестве платы Но появление Новохудоносора Расстроило их планы Это Кальцит выпустили, прототип, верно? Как они вообще отважились на это? Спрашивает главный герой И да, можно помедленнее Я переводить не успеваю И Джесс 2 говорит Только у Рафаэля будет доступ к прототипу Поэтому их политическое решение Пойти против Экзусии Имеет смысл Как, в общем-то, и наша миссия По уничтожению порта повстанцев Прежде чем они попытаются Атаковать Вавилонскую башню Этим трусам давно бы пришел конец Если бы Кальцит не выпустил прототип Вовремя Давайте я рисовашки покажу быстренько И Джесс 2 говорит Ха, Экзусии и Рафаэль Просто изображают из себя Силачей Стар Юнионе А мы всего лишь частная компания Так что у них нет никакой нужды Рисковать своими жизнями ради других Вот они и не рискуют Они боятся даже вступить в бой Какой позор Говорит главный герой Ах, это правда Убегать постоянно тот еще позор А что насчет местных Стар Юнионе Типа того жерифа Мы потеряли контакт с ним С прошлого раза У него все хорошо в этом конфликте Между Экзусией и Рафаэлем Трудно сказать Много вооруженных групп Стар Юнионе Были или захвачены Или разбежались по местам До которых трудно добраться Экзусии и Рафаэлю Ну, надеюсь, что у них все хорошо Кстати, насчет того F-14, который помог нам В прошлом бою Мы разобрались, кто был пилотом Этого самолета Нет, все, что мы знаем Это был очень опытный пилот Который знает Регион Стар Юнион Очень хорошо Это беспокоит меня Не могу поверить Что мне довелось Увидеть в небе F-14 Жаль, что я была Слишком далеко Чтобы разглядеть его получше Почему он вообще помог нам Кто-то также помог нам И в первом столкновении С экзусийскими воздушными силами Что-то слишком часто Нас спасают незнакомцы Безо всяких на то причин Теперь, когда я задумалась об этом И правда Кто эти люди? Он должен быть очень опасным человеком Летать на запрещенном F-14 Показывать навыки настоящего аса Такой пилот, как он Появившийся в регионе Стар Юнион Это редкое зрелище Не думаю, что это к добру Он и правда загадочный человек Так, возвращаемся к миссии Согласно плану Нам нужно вывести из строя Стратегический порт Проэкзусийского города Согласно данным разведки Вражеские субмарины Разгружают припасы в порту Для подготовки к атаке Если подводная лодка выйдет из порта Будет очень трудно отследить ее И более того Наш авианосец будет в очень большой опасности Так что наша основная цель Вражеская подводная лодка Цель находится в таких-то координатах И атаку будем производить при помощи слэмов Управляемых ракет с телевизионным наведением Звено подтвердило готовность И давайте начинаем Выбираем третий ППМ в качестве целевого Бишоп говорит Начинайте миссию как запланировано Я думаю подводную лодку Сначала обнаружу при помощи Прицельного контейнера Чтобы точнее навести ракету на нее Звено Спир и звено Хаммер Начали атаку И Джесс-1 говорит Готов к пуску Так я пока не готов Ибо подводную лодку не вижу Где она там в порту находится Ага Вижу подводную лодку Отлично Главное чтобы ракета за вышку не зацепилась При подлете к цели А то будет очень обидно Ну вот Метку для пуска ракеты я поставил Сейчас подлечу поближе И произведу пуск С дальности в 15 морских миль Думаю И Джесс-1 пуск Звено Хаммер Ракеты ушли Звено Спир Ракеты ушли И Джесс-2 Гарпун пустила Дальность в 15 морских миль есть Пуск Ракета сошла И выполняю отворот Под прямым углом Потому что в районе порта Находятся Тунгуски И слишком близко к нему Подлетать уж точно не стоит Так что Траекторию полета ракеты На финальном этапе Буду корректировать С безопасного удаления Пожалуй Тримирую самолет Для прямолинейного полета Даже автопилот Включу пожалуй Чтобы ракетой проще управлять было Ждем Недолго этой подводной лодки Осталось 4 секунды до включения 2 1 ГСН ракета активна И теперь мне нужно Обеспечить попадание по цели Управляя ракетой СЛЭМ В реальном времени Хотя все что я наблюдаю на экране Это зеленую мазню Блин Вот что конструкторам Хорнета Мешало сделать Все три монитора Жидкокристаллическими Но нет Сделали всего лишь один Нижний А два других монитора Это обычные Монохромные Зеленые телевизоры Ну попробуем Как нибудь Ракету навести На подводную лодку Какие то Очертания Я вроде как Наблюдаю Посмотрим Ракета Подлетает Еще и помехи На экране Появились Из-за удаления Именно поэтому Я поближе И подлетел Перед пуском Кстати говоря Чтобы на финальном Этапе полета Поменьше помех Было Ага Вижу Подводную лодку Давайте Чуть-чуть Скорректирую Траекторию полета Ракеты Летит Летит Бабах Есть Вот теперь Эта подводная лодка Точно подводная Будет на дне Морском Лежать Что Еще цели будут Какие нибудь Может мне еще Что проатаковать Еще одна ракета У меня осталась В принципе Могу ее запулить Куда нибудь Кстати о птичках Пока мне другую цель Не выдали Надо бы и правда Выбрать вторую ракету Давайте этим и займемся Это ИДЖИС-1 Они погружают Припасы на корабль ИДЖИС-3 Разнеси их Своей пушкой Опасайся Средств ПВО Смотри Чтоб тебя не сбили А зачем мне Их разносить Пушкой Если я для этого Могу как раз таки Ракету использовать ИДЖИС-3 Принял Оставь это мне ИЭКС Выбрал вторую ракету Блин В облаках летаю Давайте пониже Спущусь Чтобы вообще Разглядеть Что бы то ни было Внизу Кисель Вылетел из киселя Вон подводная лодка Там погружается Поглядим Что тут в порту есть Цель Так то белым дымом Должна быть Помечена Да что ж ты Будешь делать Опять я В облака Залетел Продолжаю Поиск цели Ага Белый дым Наблюдаю Мне нужно Склад оружия Уничтожить Склад оружия Наблюдаю Ставлю на нем Метку Для ракеты Разворачиваюсь На цель Разворачиваюсь И Пуск Ракета сошла Сразу Отворачиваю Под прямым углом Они мне предлагали Блин Лезть Под вражеские средства ПВО Когда я спокойно Слэмом могу Запулить туда Отвернул Давайте Затремирую Самолет Опять же Для прямолинейного Полета Разбалансировка После пуска Слэма Конечно Очень сильная Что в общем-то Неудивительно Ракета Очень тяжелая Зеленая Мазня Прямо По курсу Возможно Было бы лучше Ракету Через нижний Монитор Наводить Но в таком случае Уже было бы Трудно Что-либо Разглядеть Через прицельный Контейнер Поскольку Уже он бы Показывал Мне зеленую Мазню Ну вообще Через ГСН Ракеты Склад вооружений Я наблюдаю Пожалуй А теперь Мне нужно Убедиться Что ракета Точно в цель Попадет Поскольку Я смотрю Она чуть-чуть За склад Перелетает Давайте ГСН ракеты Пониже Опустим Чтобы она Протаранила Просто этот склад И взорвалась Внутри Ну вот Как-то так Вот так Даже еще Лучше Бабах Ничего там Рвануло Огромный взрыв Согласен С главным героем Так Что-то я по скорости Просел Проморгал Этот момент Команда Еще говорит Всем Миссия Завершена Возвращайтесь На базу Миссия Выполнена Нажмите Escape Чтобы выйти Ну вот Как-то так На этом у нас На сегодня Все Надеюсь Это видео Было кому-то Интересно И всем Спасибо Всем До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры